МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане учатся грести, пока на тренажерах. В Махачкале прошли первые соревнования по грибному спорту. Один человек погиб, еще трое травмированы. Таков печальный итог очередного ДТП в Махачкале. За рулем Приоры находился 23-летний житель столицы. Он врезался в опору линии электропередач на улице Магомед Тагирова, после чего машина опрокинулась. Водители, еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу. По информации МВД, правонарушитель находился в нетрезвом состоянии. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело. Степень вашего алкогольного опьянения наставляет 0,609 миллиграмм революционного возраста. Мы допустим, 0,16. Вы откуда ехали? С поста. С поста? А где находились вчера? Вчера? Ну, где вы находились? Откуда вы едете? В каком месте? Я не помню, честно. Ну, где вы сидели? В шоке. Вы с друзьями где были? В каком месте находились? Нигде не сидели. Откуда ехали вы? На чем-то работали. На чем? В Японии. Дети войны. В День матери. В Махачкале состоялось благотворительное мероприятие для ребят, возвращенных из зон боевых действий Ближнего Востока. В рамках акции перед детьми выступили аниматоры. Кроме того, для мальчиков, девочек и их опекунов накрыли стол и вручили подарки. Мероприятие организовано Матери России по Махачкале, а также Совет материи. Вообще много неравнодушных людей. И, конечно же, была такая идея именно обрадовать деток. Но плюс ко всему, они сегодня с опекунами. Мы сюда пригласили много психологов, которые также поработают со взрослыми. И потому что в прошлый раз, когда мы проводили подобные мероприятия, я поняла, что необходимость в психологах, она все-таки есть. Именно пока детки будут с аниматорами, с нашими взрослыми поработают психологи. По словам организаторов мероприятия, опекуны всех российских детей, возвращенных из Сирии и Ирака, попали в сложную жизненную ситуацию. Психологи отмечают, что для их адаптации необходима постоянная поддержка и помощь. Приблизительно даже такая же работа проводится и с опекунами. Почему? Потому что опекуны очень болезненно все воспринимают. И в этой работе большое внимание уделяется тому, чтобы привлечь их к школьным мероприятиям, к беседе какой-то, я не знаю, адаптировать даже их тоже. Из 100 человек, с которыми я работала, не только в школе, не только на каких-то мероприятиях, ну и выезды на дом были, я скажу вам, может быть, где-то уже 85% это люди, с которыми мы смогли поработать и объяснить им, что мы идем с добром. А вот военнослужащие Махачкалинского соединения Росгвардии в день матери навестили маму кавалера Ордена Мужества рядового Марата Молчанова, погибшего в 2000 году в боевых действиях. Женщина поблагодарила гостей за постоянное внимание и поддержку и пожелала им спокойной службы и мира. Отметим, бойцы Росгвардии стараются всегда оказывать внимание и поддержку матерям своих погибших при исполнении служебного долга товарищей. И к другим темам. Школьник из Махачкалы Ибрагим Магомедов вот уже два года ведет собственный бизнес по производству и продаже куриных яиц. На его ферме сейчас почти 200 кур. Юный бизнесмен мечтает расшириться и стать крупным поставщиком. На ферме молодого предпринимателя побывала наша съемочная группа. Слово Асельман Апай. Привет! Как твои дела? Все хорошо? Ты покушала? Ты уже покушала? Пока. Ну ладно. Каждый новый день Ибрагима начинается с обхода на ферме. Ведь держать кур занятие непростое. Нужно многое знать и учитывать, говорит молодой предприниматель. У кур двухразовое питание. Тут четкая иерархия. Сначала едят взрослые и только потом могут клевать молодые. Петя, он как бы взрослый, он вожарка стоит. Он здесь самый главный. Но Вася как бы говорит ему то, что своим куриным языком, то, что нет, ты не главный, то, что я главный. И у всех петухов это происходит. Каждый пытается доказать друг другу, что они лучше. Пока сатус главного у Пети никто не смог отобрать, говорит Ибрагим. Хотя довольно часто случаются петушинные бои. Бывают и пострадавшие. Их фермер выносит за пределы курятника в так называемый условный лазарет и выхаживает. Но птицы нуждаются в особенном уходе не только после боев. Он упал с насеста с самого верхнего ночью. Когда у нас выключили свет, видимо. Потому что в ту ночь, после той ночи, когда у нас выключили свет, уже я обнаружила, что у него сломанная лапка. Он, видимо, не успел раскрыть крылья, упал и сломал себе ногу. Поначалу я думал, что с ним ничего нет. Но потом я понял, что ситуация действительно серьезная. И то, что ее надо решать. За два года ведения куриного хозяйства, четырехклассник Ибрагим уже многому научился. Сегодня у него на ферме около двухсот кур. Ежедневно он собирает яйца и продает их. Я взял самопродуктивную породу куриц. Она называется ломан браун. Они больше всего сносят в год 360 яиц одна курица. В день, конечно, у меня не так много яиц бывает у моих курочек, но прилично. Летом бывает по три-по два лотка, часто очень три. А в прошлое лето вообще в день я мог находить 114 яиц. Это был сюрприз от моих курочек. Больше двух лет назад, когда Ибрагим только заговорил дома о том, что хочет создать свой бизнес, его родные не восприняли это серьез. Тогда он был учеником первого класса. Однако мальчик смог доказать всем, что это не просто мечты. Мы как-то не восприняли ее серьез, но потом, когда он четко расписал свой бизнес-план, показал нам в картинках, то есть он даже не расписал, он нарисовал свой бизнес-план в картинках, как он будет там через год, через пять лет, через десять лет. И мы поняли, насколько серьезными были его намерения, отнеслись к этому серьезно и всей семьей взялись за реализацию этого проекта, потому что, конечно же, ему нужна была в этом помощь. Сейчас Амина пиар-менеджер Ибрагима. И поскольку мальчику нельзя по возрасту оформить бизнес на себя, ИП записано на сестру. Сейчас я в основном отвечаю за социальные медиа, то есть я ему помогаю в ведении Инстаграма, мы с ним вместе монтируем ролики, прописываем сценарии, точнее сценарий прописывает он. Если нужно что-то вырезать, он вот так над душой стоит и говорит, вот это надо вырезать, вот это вот так сделаю, вот такую песню сюда вставить, вот такой звукоэффект. Прибыль со своего бизнеса Ибрагим тратить не торопится. Он собирает деньги на расширение. Идти вперед надо потихоньку, потихоньку. Это то же самое, что и с карточным домиком. Если поставишь карточку не так, весь домик развалится. Яйца Ибрагим продают не просто в обычных лотках. Каждая клетка сопровождается фирменной картинкой, которую рисует и раскрашивает сам юный бизнесмен. Преподносить товар нужно уметь правильно, считает школьник, чтобы это было интересно и привлекательно для покупателя. Отсель Манапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Работы по возведению школы на 216 ученических мест в селе Львовский 1 идут с опережением графика почти на месяц. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Бабаюртовский район в Рио заместителя председателя правительства Манвела Мажонца. По поручению главы региона Сергея Меликова он проверил ход строительства на месте. Напомним, объект возводится в рамках республиканской инвестиционной программы и на это выделено порядка 325 миллионов рублей. Строительство стартовало в сентябре 2021 года. Срок сдачи объекта – 2022 год. Моя задача – это все перекрытия залить и фундамент спортзала. После этого все каркасы поднимутся наверх, они зальют уже вторые этажи и останется центральный корпус, который третий этаж уже под кровлю пойдет. Далее в ходе рабочей поездки Манвел Мажонца посетил и селение Комсомольское Кизелюртовского района. Там чиновник осмотрел площадку детского сада, строящегося в рамках нацпроекта «Демография». Объект, рассчитанный на 80 мест, планируется также сдать в 2022 году. Здесь благоустраивается территория, проводится внутренняя штукатурка стен и перегородки первого этажа. Больше половины работ уже завершены. На данном этапе окна, наружные окна все на своем месте, кровля завершена, отмостка устроена. В данный момент на улице ведутся работы КАЦ, устройство бордюрного камня под проезжую часть, поребрики под беседки, под зеленую зону, установка опорных частей столбов освещения, монтаж наружных пожарных лестниц, соответственно, ведутся данные на улице. Завтра приступят к работе люди по облицовке, облицовке, причем он там лежит. Более миллиона рублей собрали по горельцам. Весной этого года в Касумкенте полностью сгорел дом семьи Мизамуддина. Благодаря фонду «Инсан» и неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму для восстановления жилья. Навестить семью и поздравить с новосельем пришли представители Муфтията и благотворительные организации. Я очень благодарна всем, что в этот тяжелый период, в такой ситуации, его так не оставили, в такой беде. Все поддержали. Дай всем здоровья, чтобы никому, никому не прикасались к такой беде. Никому. В Махачкаре прошли первые соревнования по гребному спорту. Тестовый турнир на специальных тренажерах, имитирующих греблю, прошел в спортзале ДГПУ. О развитии и перспективах этого вида спорта расскажет Курбан Ракимов. «Чем мощнее, быстрее мы гребем в минуту, тем скорость будет выше. Скорость у тех, кто будет лучше». Длина, темп и мощность. Именно эти три компонента влияют на скорость гребца. Технику работы на тренажере учащимся городских спортшкол показал мастер спорта международного класса Антон Заруцкий. Участник Олимпиады приехал в республику в составе Федерации гребного спорта. «Мы проводим чемпионаты России, первенства России различных возрастов, отбираем команды. И у нас, кстати, буквально год назад член нашей команды сборной стал чемпионом мира. Как раз по дисциплине гребли Эндорна, чемпионат мира, мы болели за него активно очень. Александр Визовкин, воспитанник Самары. Вот как раз надеемся, что у нас гораздо больше появится такого уровня спортсменов благодаря вот такого рода событиям, благодаря этим инициативам, которые здесь вот в регионе проходят». Идея развивать гребной спорт в Дагестане пришла с нашей молодежи по душе. Первый турнир в республике. Участвуют около ста человек, в том числе спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Пока все только пробуют свои силы. В гребле задействованы почти все группы мышц. Тренировки развивают выносливость. «4 марта в этом году мы создали Дагестанскую федерацию гребного спорта. По бережу мы провели хорошую такую работу в виде тренерского судейского семинара. Со всей республики были заинтересованы, люди туда приглашены, поработали. А потом мы прошли здесь на базе предуниверситета онлайн семинар судей. Тоже москвичи руководили этим процессом. А сегодня вы видите, 4 человека делегация Федерации гребного спорта России прибыла в Дагестан именно для проведения обучения мастер-класса по гребле-индору». «Есть поселок Дубкия, Дубкия, я понимаю, да, большое Чернореченское водохранилище, да, оно же называется, вот. И, соответственно, вот там, говорят, будет в планах строиться большой спортивный комплекс, да, и мы уже с министром проговорили, что возможно, возможно, мы там сделаем отдельное, так скажем. Нам не такая большая инфраструктура нужна, но она же нужна на берегу озера, которая будет давать возможность, соответственно, в наших академических судах выходить и тренироваться и делать это круглогодично». Гребля на тренажерах – основа гребного спорта. Для многих эта дисциплина служит трамплином для перехода в академическую греблю, которая входит в программу Олимпийских игр. Организаторы уверены, с правильным подходом и развитием инфраструктуры дагестанцы способны добиться высоких результатов и в этом направлении. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Махачкала. Волейбольный клуб Дагестана держал победы во всех матчах третьего тура чемпионата России. Они выступают в высшей лиге «Б». Наши спортсмены с одинаковым счетом 3-0 по партиям дважды обыграли команду «ЦОП» из Краснодарского края и с тем же счетом одержали верх над командой МГТУ, представляющим «Майкоп». Отметим, что наши волейболисты находятся в числе лидеров турнирной таблицы высшей лиги «Б». А на базе Каспийского ОМОН состоялся чемпионат регионального управления Росгвардии по рукопашному бою. За звание лучших бойцов боролись более 40 спортсменов в составе 8 команд из всех подразделений территориального управления ведомства. Победители определялись в 8 весовых категориях и по итогам чемпионата первое место заняла команда дагестанского СОБРа «Ястреб». Серебряным призером стали сотрудники вне ведомственной охраны и третью ступень пьедестала заняли бойцы Махачкалинского ОМОН «Горец». Смотрите наши выпуски также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин